Девчонки, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу для вас снять видео о моих фаворитах за ноябрь, так что если вам интересно, то конечно же оставайтесь вместе со мной. И первым моим фаворитом это был такой вот пилинг от корейской косметики Nature Republic, у меня он с миндалем, здесь 120 мл, он предназначен увлажнять кожу и это такой не царапочный какой-то такой пилинг, а он mild, такой мягкий. Он просто невероятно пахнет миндалем, очень-очень вкусно, прям таким натуральным миндалем и этого запаха здесь, так скажем, очень много. Есть средства, в которых запах еле-еле такой уловимый, но здесь прям такой он сильный, но в то же время он очень приятный. Сам пилинг такого прозрачного цвета и в нем есть такие мелкие-мелкие частички. А как же его использовать? Его нужно обязательно наносить на сухую кожу, потому что я пробовала наносить на влажную кожу, но на влажную кожу он вообще ничего не делает, поэтому это бессмысленно наносить на влажную кожу, вы наносите на сухую. С такими массажными движениями вы проходите по всему лицу до того момента, пока у вас не станут скатываться такие катышки. Когда катышки будут уже до такого темного цвета, значит вся грязь скопилась на них и роговевшие частички кожи у вас снимаются. Очень мне он нравится, намного лучше и нежнее, что ли, чем какие-нибудь скрабы. Я его использую раза два в неделю, а то и один раз. Так мне очень он нравится. И те, кто не пробовал пилинги-скатки корейского производства, то, конечно же, попробуйте. Вторым фаворитом у меня была вот такая вот маска, также от Nature Republic с органовым маслом. Здесь 200 мл. Она предназначена для поврежденных таких волос. Мне очень понравилась сама баночка такая вот она, из толстого пластика. Когда закончится средство, можно будет на что-нибудь складывать или насыпать, или, не знаю, что-нибудь, маски какие-нибудь самодельные делать. Само средство выглядит вот таким вот образом. На запах оно, возможно, такое химическое, но запах довольно-таки приятный. Густая такая консистенция. Я ее наношу после того, как я помою волосы шампунем. Наношу на где-то от середины волос, чуть ниже, до самых кончиков, и держу минут 15-20. Если у вас волосы совсем поврежденные, то, конечно же, можно оставлять и на большее количество времени. Я вот использую ее так. Когда я ее смываю, волосы становятся очень-очень мягкие, такие блестящие, здоровые. Никакой, конечно же, никакой речи о сеченых кончиков быть уже не может, потому что я уже довольно давно пользуюсь различными средствами по уходу за сухими кончиками. И вот с этими средствами у меня уже, тут вот фу, у меня уже очень давно кончики в нормальном состоянии не посеченные, не ломаются, и ничего такого с ними нет. Так что, если вам интересно, где я заказывала эти продукты, именно у каких продавцов, то я ссылку оставлю внизу, потому что я заказывала у одного продавца. Раньше я у него ничего не заказывала, и он в подарок, по-моему, я заказывала какое-то еще третье средство. И он в подарок мне дал BB-крем, просто полноразмерная версия BB-крема с улиткой от фирмы NP-Solution. И там 50 мл, и я была очень рада, что мне в подарок дали такой целый BB-крем, как такая полноразмерная уже покупка. Так что, если вам интересно, продавец, конечно же, будет внизу. Следующим моим фаворитом был вот такой вот каял для водной линии карандашик от Rimmel в оттенке Nude. Его можно заказать на Asus, я смотрела, там они опять есть в продаже, какое-то время их как бы не было именно этого оттенка, был такой очень ходовой. Сначала, честно говоря, я не очень полюбила этот карандаш, мне показалось, что он выглядит как-то неестественно на водной линии. Но сейчас я просто каждыми днями его использую, у меня вот остался вот такой довольно-таки маленький. У него такой бежево-розоватый оттенок. Так он выглядит. Он красиво раскрывает ваш взгляд. И если у вас на глазах на водной линии немножко какая-то краснота есть, то он все это перекроет. Поэтому всем советую. И этот оттенок гораздо больше и красивее подходит, нежели чем белый. И последние мои два фаворита. В этом месяце, кстати, у меня было не так много фаворитов, поскольку каждый месяц все-таки довольно сложно выбирать что-то новое, потому что я, в принципе, пользуюсь одними и теми же продуктами. Но в этом месяце я очень-очень часто пользовала пакетку от Urban Decay Smoke. И даже один оттенок Kinky я дотерла до дыр. Нравилось мне пользоваться... Карандашик был. Нравилось мне пользоваться оттенком Kinky. Также я все чаще использовала оттенок Barlust. Вот так он выглядит. Коричневый, с блестками. И Rockstar. Такой вот сливово-темно-фиолетовый. Как-то я боялась пользоваться такими оттенками почему-то, но мне нравится использовать такой темно-фиолетовый оттенок. И делать... наносить его на все подвижное веко и затемнять складку. И также моей новой любовью стала вот такая вот палетка от The Balm. Называется она Nude Tude. Конечно же, она уже, наверное, у всех есть. Вот так она выглядит. Открывается такая вот коробочка. Сама палетка выглядит вот таким вот образом. Это такие довольно-таки нюдовые оттенки, которые предназначены как для дневного макияжа, так и вечернего. Мы открываем. Здесь такое длинное зеркало. И сами оттенки выглядят вот таким вот образом. Там нарисованы различные девушки голые. И все их части прикрывают вот эти тени. Очень такая интересная задумка. Также здесь есть вот такая вот кисточка. С одной стороны она скошенная, а с другой как такая лопатка. Ну, в принципе, кисточкой этой пользоваться можно. Не такая уж она ужасная, ничего она не колет, довольно-таки мягкая. Но как-то я ей особо сейчас не пользуюсь. И вот здесь такие очень-очень красивые оттенки. Мне вот нравится этот оттенок секси. Он такой вот тоже темно-темно-сливовый. И вот так вот они выглядят. Пигментация теней тоже очень-очень хорошая. Могу сравнить с Urban Decay. Вот так вот они выглядят. Переносится тоже хорошо. Растушевывается хорошо. В общем, да, мне очень она понравилась. И сама палетка такая довольно-таки тоненькая. Для поездок самое оно. Но, с одной стороны, для поездок это хорошо, что она особо много места не займет. И здесь 12 оттенков, как шиммерных, так и матовых. Здесь, сейчас вам скажу, сколько матовых. Так, раз, два, четыре матовых оттенка. А все остальные это такие шиммерные довольно. Большое зеркало. Но для поездок, с одной стороны, не подойдет, потому что это сделана палеткой из картона. И когда она мне пришла, около одного оттенка, вот этого беленького, там вот был поврежден край. Картонка немножко, она покоцанная была. Поэтому для поездок, возможно, она и не подойдет вам. Но так мне нравится, что она у меня лежит на столике. И я ее с радостью наблюдаю за ней и смотрю. Очень мне приятно ей пользоваться. Так что, эта погубка, я очень довольна. Сделала такой себе очень ранний подарок в Новый год. Ну вот, девчонки, вот и все мое такое маленькое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Конечно же, пишите в комментариях, какие были у вас фавориты в ноябре. Всех хочу заранее поздравить с началом зимы. Лежит снег, конечно же, он мокрый. Уже сразу же практически тает, как только выпал. Но все равно очень приятно видеть снег, хоть он и мокрый. Как-то такое уже настроение рождественское у тебя создается. И это очень нравится. Скоро я уже в эти выходные буду ставить елку. Как раз 1 декабря. И у меня уже настроение такое новогоднее. Уже, кстати, давно. Так что да. Всем огромное спасибо за просмотры, за ваши подписки. Я очень всех вас ценю. Спасибо, что вы остаетесь вместе со мной. И увидимся в новом видео. Всем пока и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok